Нет бытовой рутине, так заявили участники проекта «Танцующий город». Он собирает жителей Курска в парке Героев Гражданской войны. Удивительно, но самые танцевально активные люди элегантного возраста ветераны войны и труда. Есть ли порог в пороховницах, проверила наша съемочная группа. Годы танцам не помеха. Они с легкостью могут дать фору молодежи. Тем, кто сидит на диване перед телевизором, остается только позавидовать их бодрости. «Танцуем постоянно здесь, в Грине. Танцуем в мире кинотеат мира. Ну, по таким. На Рокоссовского тоже танцуем. Проводим хорошие вечера. Народу много бывает, по 150 человек. Здесь тем более парк. Относятся отличные люди к этому. Почаще было бы. Не то, что один раз, а два бы в неделю хотя бы». Под зажигательные ритмы они как будто молодеют. Язык не поворачивается назвать их стариками. Остается или танцевать, или молча завидовать. «Вот приходим сюда, чтобы с кем-то пообщаться, кого-то увидеть, кого-то обсудить, за кого-то хорошо сказать. Хочем добрать то, чего мы не добрали, может, в молодости». Каждую среду с 6 до 9 вечера у курян есть возможность насладиться прекрасной музыкой и исполнить несколько пан. «Зажигают всем». «Будут исполнены произведения 60-х, 80-х годов, 20-го столетия, ну и сегодняшние мелодии с участием солистов, вокалистов, инструменталистов. Это для целях занятия и свободного проведения досуга старшего поколения, а также среднего и самых маленьких». Научись танцевать, а остальному научат жизнь. Здесь она бьет ключом. Танцы – отличное лекарство от хандры и депрессии. Рекомендуем. Антон Исюков, Алексей Клевцов, Андрей Зарубин, Телеканал СЕЙМ.